Здравствуйте, дорогие и уважаемые! Сегодня я проведу видеообзор ступенькоходной, вездеходной, полноприводной креслоколяски Caterville GTS 4WD. Креслоколяска выглядит следующим образом. Коляска имеет 4 больших, широких, ведущих колеса и имеет 4 гусеницы для преодоления лестниц. Что самое главное? Самое главное, что это компактный вездеход. То есть это не квадроцикл для преодоления пересеченной местности. Да, эта коляска имеет большие вездеходные возможности, о них вы можете посмотреть в нашем предыдущем видеообзоре. Эта коляска хорошо справляется с пересеченной местностью, со снегом, лесом, пляжем и с разбитым асфальтом. Но при этом это компактная коляска. То есть на ней можно спокойно заехать практически в любой лифт, можно спокойно передвигаться по квартире. То есть это универсальное средство. Следующий момент это ступенькоходные возможности этой коляски. Ступенькоходные возможности Caterville GTS 4WD соответствуют пятой модели. А это значит, что эта коляска имеет самые лучшие в мире возможности по преодолениям ступеней. На данный момент на рынке мировом существует еще три подобных коляски. Это швейцарская креслоколяска Skeва, французская коляска Top Chair и коляска из Гонконга BeFree. Так вот Caterville серии GTS имеет самые лучшие ступенькоходные характеристики по устойчивости и по возможности преодоления ступеней. То есть серия GTS преодолевает самые крутые и самые высокие ступени. Следующий момент приятный в этой модели это функция гироскопа. То есть когда вы заезжаете на пандус, коляска автоматически адаптирует угол наклона кресла под угол пандуса. И вы чувствуете себя уверенно. То есть вы даже можете не почувствовать, что вы заехали на какой-то пригорок. Тем не менее, когда вы находитесь на плоском, на горизонтальной поверхности, вы можете отрегулировать кресло под нужный вам угол. Но как только вы начнете подниматься на пандус, кресло автоматически отклонит вас на нужный угол и не даст вручную сделать эти поправки для того, чтобы обеспечить полную безопасность. И следующий очень важный момент это высокая маневренность этой коляски. Достигается она двумя путями. Первый путь это разворот танковый. Когда коляска разворачивается в режиме полного привода, когда если вам, например, нужно повернуть влево, правые колеса вращаются вперед, задние, назад, осуществляется так называемый танковый разворот вокруг центра коляски. При этом радиус разворота кресла коляски очень-очень небольшой. И следующий интересный и уникальный момент этой креслоколяски это возможность переключения в режим заднего привода. При этом у нас в передней части опускается маленькое колесо, при этом передние колеса остаются в воздухе и движение происходит на трех колесах, при этом обеспечивается стопроцентная устойчивость даже в динамике. И это также обеспечивает крайне высокую маневренность в режимах движения по квартире. Теперь поговорим про аксессуары Caterville GTS 4WD. Большинство аксессуаров были взаимствованы из предыдущей модели Caterville GTS 5. Кресло также имеет ортопедическую форму, имеют выемку посередине, боковые поддержки по краям, также на спинке, чтобы попа не съезжала. Также у нас имеются регулируемые по высоте подлокотники, которые можно откинуть вверх. Также у нас быстросъемные подножки, которые имеют регулировку по высоте и по углу наклона с поддержками голени и боковыми подушечками. С задней части у нас также имеются ручки сопровождающего и карман. Конкретно на этой коляске дополнительной опцией установлен четырехточечный ремень синего цвета, в базе его нет. Подголовник регулируемый по высоте. Из особенностей этой модели у нас появился в передней части кармашек для мелочей и телефона. Из светового оборудования на данной модели установлены передние светодиодные фонари, которые имеют три режима работы. которые можно переключить дополнительной кнопкой непосредственно с пульта. То есть это режим ближнего света, режим дальнего света и режим аварийной сигнализации для привлечения внимания. С задней части у нас установлены также светодиодные фонари, которые имеют два режима работы. То есть в режиме дальнего и ближнего света эти фонари горят одинаково. Все коляски Caterwheel GTS 4WD в базе идут уже с пультом с LCD-дисплеем. В базе здесь установлен аккумулятор на 25 км. Дополнительно можно приобрести аккумулятор на 40 км. также опционально можно приобрести ремни 4-точечные, ремни 2-точечные. Можно установить дополнительный пульт на ручку сопровождающего для тех пользователей, которые не могут или не всегда могут управлять самостоятельно, чтобы сопровождающий мог помочь в случае необходимости. Можно установить, как и во всех других моделях GTS, крышу. Можно установить зеркало заднего вида. Боковые поддержки, дополнительный и абдуктор для тех пользователей, которые не могут держать корпус. И также на эту модель можно установить кресло LUX с большим количеством электрических регулировок и подножки с электроприводом. Сейчас я покажу, как происходит разворот на месте в режиме полного привода. Это так называемый танковый разворот. При этом разворот происходит практически на одном месте и радиус разворота минимальный составляет всего 60 сантиметров. Теперь давайте поговорим про режим заднего привода. Этот режим используется на ровных гладких поверхностях. Например, в квартире, торговом центре, в каких-то учреждениях и на идеально ровном асфальте. Для чего нужен этот режим? Во-первых, для экономии энергии. В режиме полного привода аккумулятор расходуется сильнее, поэтому для экономии при такой возможности лучше использовать задний привод. Во-вторых, для движения по ковровым поверхностям, то есть по паласам, коврам, ковролинам, по незакрепленному линолеуму, движение в режиме полного привода танковый разворот может быть иногда затруднён, так как в режиме танкового разворота есть элемент скольжения, и это скольжение будет как раз срывать эти поверхности, комкать их и наматывать на колёса. Поэтому, опять же, в домашних условиях, если есть такие поверхности, используем режим заднего привода. И в-третьих, как я уже сказал, при танковом развороте есть элемент скольжения, а если есть скольжение, то тогда колёса могут оставлять следы на полу, на тех поверхностях, на которых вы разворачиваетесь. Поэтому, опять же, в домашних условиях используем только режим заднего привода. Как происходит переход в режим заднего привода? Включаем колясочку. У нас есть три режима. Выбираем режим заднего привода. Спереди у нас опускается дополнительное колёсико. При этом передние ведущие колёса у нас остаются в воздухе. При этом коляска очень устойчива к переворачиванию. То есть даже при каких-то манёврах она всегда остаётся стабильной и не заваливается вбок. В режиме заднего привода коляска имеет очень хорошую управляемость и манёвренность. А сейчас мы будем делать упражнение «Змейка». Расстояние между внутренними частями препятствий составляет 90 сантиметров и управляемости коляски и её габаритов хватает, чтобы практически по диагонали заходить между этими препятствиями. Конечно же, мне пришлось немного потренироваться перед тем, как я смог безошибочно проходить этот трек. Но приятной особенностью здесь является то, что в этой модели нет кожухов. Вы не боитесь задеть какие-то внешние препятствия. И, соответственно, даже открывать двери подъезда можно спокойно самой коляской. То есть самые широкие выступающие части коляски – это колёса. То есть колёсами упираетесь в дверь и открываете нужные вам двери. На самом деле очень удобно, и при этом вы не боитесь поцарапать коляску. Вот как-то так. Нужно понимать, что диаметр дополнительного колеса составляет всего 75 миллиметров, поэтому преодоление порожков и даже небольших бордюров в режиме заднего привода невозможно. Такие препятствия нужно преодолевать в режиме полного привода. Поэтому представим себе такую ситуацию, что вы пересекаете проезжую часть по пешеходному переходу и в конце видите небольшой бордюр, скажем, 5 сантиметров. Вы движетесь в режиме заднего привода. То есть прямо на ходу выбираете режим, переходите в режим полного привода, при этом вы можете продолжать движение. И к тому моменту, когда вы доедете до этого бордюра, вы уже спокойно его преодолеете в режиме 4WD. Также режим заднего привода нужен для того, чтобы коляску можно было просто катить. Для этого переводим коляску в холостой режим, повернув рычаги, отключающие привода, и свободно, держась за ручки сопровождающего, катаем колясочку. Сейчас я хочу продемонстрировать, как работает функция гироскопа в колесном режиме. Преодолевать пандус лучше всего в режиме полного привода. Преодолевать мы будем пандус с углом наклона 15 градусов. 15 градусов это достаточно крутой пандус, и по техническим характеристикам этой коляске это максимальный допустимый угол наклона пандуса. Сейчас я нахожусь на ровной поверхности, и я могу отклонить кресло на тот угол, который мне более комфортен для сидения. Я захожу в меню, настройки сидения. Сейчас я на дисплее вижу, что кресло относительно горизонта наклонено на 6 градусов. Максимально я могу отклонить на 15 градусов. Начинаю движение. Как только угол наклона самой коляски превышает 7 градусов, подается сигнал на привод кресла, чтобы кресло было отклонено, чтобы сохранить полную безопасность преодоления. И сейчас, находясь на пандусе, я достаточно комфортно себя чувствую, коляска устойчива. Напомню, это максимальный по техническим характеристикам угол наклона пандуса. Сейчас я сделаю то, чего делать на самом деле нельзя. Я попробую подняться на пандус с углом наклона 20 градусов. Ну, давайте пробовать. Ставлю скорость на минимальную, на двоечку, то есть 2 км в час. Начинаю подниматься. Делаю это очень медленно. Как видите, мощности самих двигателей хватает с запасом, то есть я спокойно сюда поднялся. Но почему так делать нельзя? Несмотря на то, что чувствую я себя достаточно комфортно и в безопасности, это безопасность обманчива. То есть если я начну раскачивать коляску, передние колеса начинают отрываться от земли. То есть это положение является небезопасным и ни в коем случае не повторяете этого самостоятельно, тем более без сопровождающих, без страховки. Контролировать угол наклона пандуса вы можете непосредственно на дисплее. То есть заходим в меню, наклоны коляски, и здесь я вижу тангаж. Тангаж это как раз таки подъем вперед-назад. Я вижу сейчас угол наклона 20 градусов. Коляска предупреждает меня о том, что это опасный угол. То есть у меня моргает значок опасность. Если вы будете подниматься на пандус с углом наклона 25 градусов, момента коляски, то есть силы коляски хватит с запасом, чтобы начать такой подъем. Но как только вы достигнете этих 25 градусов, коляска выдаст ошибку и остановится полностью. Пока вы не съедете с этого пандуса, она, соответственно, то есть не даст вам двигаться в нормальном режиме. Поэтому так не делайте. Если вы вдруг попали в такую ситуацию, и коляска остановилась, значит, что можно сделать? Можно перейти в меню в ручной режим, и в ручном режиме спуститься, но делать это можно только с сопровождающим, с подстраховкой, чтобы кто-то вас страховал, потому что в ручном режиме отключены все системы гироскопа, и это небезопасно. Либо вы можете попросить сопровождающего переключить коляску в холостой ход, то есть отключить приводы и скатить вас. Берегите себя. Теперь поговорим про размеры коляски. Начнем с ширины. Ширина конкретно данной коляски составляет 69 см за счет установки более широких колес, но в последующих итерациях мы еще сузим раму, и общая ширина коляски будет составлять всего 65 см. Длина. Длина без подножек, то есть от задней части гусениц до передней части колеса составляет всего 86 см. Длина с подножками, конечно же, зависит от вылета этих подножек. При минимальном вылете длина составляет всего 106 см. Теперь высота. Высота посадки. Высота посадки самая низкая среди всех колясок GTS при полностью опущенном кресле. Высота посадки, то есть высота от пола до кресла составляет всего 54 см. И в эту коляску очень и очень легко пересаживаться. Теперь транспортная высота. Транспортная высота при опущенном кресле. При опущенных подлокотниках и снятых барашках высота от пола до кронштейна кресла, до самой верхней точки, составляет всего 63 см. То есть эта коляска зайдет практически в любой универсал, даже компактный. Скорость коляски, независимо от того, в каком режиме вы передвигаетесь, в режиме полного привода или в режиме заднего привода, составляет 8 км в час. То есть это максимальная скорость. Запас хода зависит от того, в каком режиме вы передвигаетесь. Максимальный запас хода составляет 25 км. Реальный запас хода при движении в городских условиях в режиме заднего привода составляет 18-20 км. В режиме полного привода 14-15 км. В заключении хотелось бы рассказать, для кого нужна такая креслоколяска. Вне зависимости от травмы или диагноза, такая коляска нужна пользователям, которые периодически сталкиваются с лестницами. То есть это не обязательно лестницы при выходе из дома, это могут быть лестницы городской инфраструктуры при движении по городу, например. Во вторую очередь это жители городов и сельской местности, которые сталкиваются с элементами недоступности, например, разбитым асфальтом, отсутствием асфальтированных дорог. Это люди, которые хотят выезжать на природу и хотят перемещаться по пересеченной, скажем так, местности. В-третьих, это люди, которым необходимо перемещаться в зимних условиях, то есть в заснеженных условиях и в условиях обледенелого грунта. В-четвертых, это люди, которым необходимо перемещаться на электрическое кресло-коляске по квартире, когда более габаритная коляска семейства GTS, например, пятая или третья модель, не могут быть использованы из-за того, что квартира достаточно тесная или маленькие площадки для разворота в лестничном подъезде, то тогда такая коляска может решить эту проблему. Ну и последним пунктом я бы, пожалуй, добавил необходимость перемещения кресла-коляски на автомобиле. То есть, если другие версии колясок GTS слишком габаритны для перемещения в вашем автомобиле, то такая коляска, опять же, может являться решением. Надеюсь, что я смог ответить на большинство ваших вопросов по данной модели. Если у вас еще остались какие-то вопросы, комментарии или пожелания, пишите их под данным видео. Также можете писать ваши вопросы и запросы на нашу почту info-sobaka-katerville.ru Часть информации и технические характеристики вы можете найти на нашем сайте www.katerville.ru на страничке данного продукта. Большое спасибо за просмотр. Берегите себя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok